Ну, это нормально, это нормально, потому что в Упады Шамрите говорится Имена Кришны и, соответственно, Харикадха подобны сахарным леденцам. Но мы поражены болезнью Авидди – невежество. Эта болезнь схожа с желтухой. Я не знаю, несколько преданных болело желтухой, они, правда, не описывали таких симптомов, но в тяжелых случаях желтуха проявляется в виде симптома, является потеря вкуса. Не можешь ощущать вкус толком, то есть все кажется горьким, в том числе сладость. Поэтому имена Кришны и Харикадха кажутся нам горькими. И сейчас, так как мы покрыты иллюзией, покрыты материальными качествами, мы не ощущаем подлинного вкуса Харикадхи. Почему? Потому что слишком много времени мы занимались греховной деятельностью, слишком много времени мы были погружены в мирское, в наслажденческое умонастроение. Поэтому мы, вообще говоря, любим наслаждаться и по инерции мы хотим начать наслаждаться Кришналилой, что для наслаждения не предназначено. В принципе, предназначено, но в очень высоком смысле. То есть, мы тоже встречаемся, что, о, там, Махапрабу был погружен в Лилу, он наслаждался этой Лиле, но он наслаждался, он ощущал сладостный вкус, вот это английское слово «relish», то есть он наслаждался, очень глубоко наслаждался, ощущал сладостный вкус, это «relish» английское слово, это «ощущать сладостный вкус», три слова русских в переводе. Так вот, одно дело – это «relish», а другое дело – это наслаждаться просто так – enjoy. Так вот, наслаждаться просто так – это с целью получить, извлечь что-то из этого. Так как мы подходим к Кришналиле с таким менталитетом, что я с этого иметь буду. Поэтому не возникает ничего, потому что ничего с этого иметь не будем. Никакой выгоды, никакой, такой вот, как ты купил, допустим, карамельку, да, и пососал, и что, сладко, вот, такое грубое. То есть сперва не приходит. Кришналила – это глубоко, поэтому нужно слушать очень продвинутых личностей, или быть ведомыми ими под их руководством. Тогда то, что мы говорим, имеет смысл, мы повторяем. Но, в принципе, Кришналила, она призвана вылечить болезнь невежества, а болезнь сердца вожделения. Поэтому, в завершении повествования в пяти главах Расалилы, что Кришналила, когда Госвами говорит, «Викридитам в раджаваду биридам че вишну шраддам витону шринайаду товар наеду». Как там? «Парамбхагавати пратилабьякамам хридрогам ащвабхагинота чирея надхира». То есть, когда ты слушаешь повествование, сладостное повествование о Кришне, «Викридитам в раджаваду биридам че вишну шраддам витон» с верой, и затем пересказываешь их с той же верой, передаешь другим, повторяешь, тогда что получается? Ахридрога, то есть, болезнь сердца вожделения уходит из сердца. Но мы должны быть в анугатии, мы не можем просто где-то что-то послушать или пойти с преднами поговорить о чем-то. Тот скажет, что он думает, другой скажет, что он думает мать. Если мы будем говорить с преднами, которые просто читают книги и не предаются вайшнавам, не слушают Харикатху из их лотосных уст, то мы получим не Кришну, мы получим гьяну, знание просто какое-то теоретическое. А в этом что-то есть, но в принципе, вкуса нет того, который несет Харикатха. Харикатха – это экстаз. Это то, что мы потом вспоминаем, воспевая на четках, то, что мы вспоминаем затем, общаясь с преднами того же настроения, старшими. Это откровение идет. Поэтому, если мы лишены этого общения, то мы ничего не почувствуем. Кое-что может быть. Все равно Кришна – это Кришна. Я помню себя. У меня не было гуру. Десять лет я читал Бхагаватам, повторял святое имя. Саду Санги не имел. Я имею в виду, в нашем смысле Саду Санга. Понимаете? Гурудаф нам объяснил, что такое Саду Санга. До этого мы думали, это пойти на воскресный пир. Это Саду Санга. Даже газетка Саду Санга издавалась в том городе, где я жил. Рассылалась каждому. Еще имейлов не было на адрес. Саду Санга. Саду Санга. Окей. Значит, прийти на воскресный пир, поговорить с природами о жизни. Саду Санга. А что? Конечно, лучше, чем в ресторан пойти с кем-нибудь. Лучше харибол, чем в футбол, правильно? Потому что на футболе пиво, а на хариболе чаранамрита. Поэтому, соответственно, получаешь… Это, конечно, лучше, чем ничего. Естественно. Но Гурдев потом объяснил, ребят, Саду Санга на самом деле вот это. Кто такой Саду? Тот, кто знает Садхана, тот, кто знает Садью, тот, кто знает путь, тот, кто знает цель, тот, кто знает все. Это Саду. Слова одного порядка. Садхана, Садья и Саду одного. Поэтому, если мы в такой анугате, то есть под таким руководством, то мир покажется совсем другим очень скоро. Поэтому, вот, вылечить желтуху, вот программа минимум. И наставление Рупы Госфами в этом стихе – продолжать сосать леденцы, продолжать. Только продолжайте. Just go on. Just go on. Don't leave. Stay. Не уходите. Оставайтесь. Продолжайте. Не уходите. Оставайтесь. Люди, они очень чувственны порой. Они – ай, неудача, все, опустил руки. Эй. Нервный срыв у человека. Оставайся. Продолжай. Ничего. Переживешь. Успокоишься. С новой энергией начнешь. Не, как это, печалиться потерям. Потому что потеря, ну что такое. На этом пути, Кришна говорит в Бхагавадгите, нет ни потерь, ни… Как там? Lost, not diminution. Я по-английски тогда читал это. Нет ни потерь, ничего не уменьшается, ничего не исчезает. Поэтому то, что у нас есть, если даже мы делаем какую-то осечку, мне ничего страшного. Чуть-чуть позже начнем, а лучше завтра начать с того же уровня, уже не делать ошибок. Окей, я тут много говорю. Но один вопрос, может, еще у кого-то есть вопросы? Окей, да, о, еще один Димин вопрос. Оу. 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 Весь мир насилия, мы разрушим до основания… А зачем? Мы должны быть к этому готовы, а чтобы быть к этому готовыми, мы должны хорошо знать седанту, учиться проповедовать. В принципе, прежде всего мы должны стать утвержденными в нашем. Принять Шри Гуру, своим вечным покровителем, твердо встать на путь бхакти, идти, постигать аспекты – учение Шри Чайтани Махапрабху очень активно, потом мы можем что-то сказать другим, потом среди других есть самые разные люди, представители других религий в том числе. Но мы вообще чаще всего, как сказать, мы не хотим заниматься прозелитизмом в принципе, понимаете, прозелитизмом, то есть обращать других. Шри Чайтани Махапрабху мог обращать, он обращал майавади, буддистов обращал, мусульман в вешнавизм, просто вот так, просто общаясь с ними. У нас нет такого. Нужно быть очень мощным духовным уровнем, чтобы это делать. Поэтому, в принципе, прозелитизм не проходит. Зачем? Оставьте их, пускай они поклоняются, как хотят. Они не атеисты, слава Богу, но они немножко фанатики, у них там седан-то такая, скажем, слава Богу, но мы можем что-то сделать, чтобы они лучше о нас думали, может быть, если возможно. В каком-то уровне, в некоторых сангах прядные занимаются немножко экуменическими мероприятиями. Когда я жил в Бирмингеме, тогда они занимались немножко экуменическими, что Бирмингем очень-очень полирелигиозный город, очень много религий. Они проводили какие-то, как называют, экуменические мероприятия, искусств, еще чего-то, просадом всех кормили. Иногда это может пройти, но в целом особого, как номер один смысла-то нет в этом. Если о проповеди речь идет, мы должны проповедить людям, которые невинны прежде всего. Невинны – это означает, у них нет каких-то устоявшихся таких вот закоренелых концепций о Боге, которые они выставляют как свое кредо и антагонистично настроены против нас. Мы не хотим общаться, в принципе, на теме религии с теми, у кого есть какой-либо антагонизм – это ошибка. Мы не хотим. Зачем? Мы просто хотим обрести друзей из общей массы людей. Мы не хотим, мы особо не хотим. Поэтому, как вы столкнулись, если по своей инициативе то, может, стоит подумать. Если они подошли, тогда другое. Хорошо, я думаю, время подходит к восьми. Меня попросили в восемь часов уже начать арать. Общая масса преданных, я знаю, хочет разъехаться по своим местам пораньше, поэтому все остальные вопросы после арати. Хорошо? Завтра у нас программа в час дня, в тринадцать часов. ПО МОСКВЕ 8 ТРАНСЛЯЦИЯ но модель ему как во очень! Рассказ Bom иногда, sozial четыреетка 62